послушайте если мы наконец победили медстраховку спасибо президент байден президент трамп но он прав он победил медстраховку победил ее насмерть он уничтожает медстраховку как жизнь ребята с вами бенни я только что посмотрел первые в этом году президентские дебаты и издевательства над пожилым человеком это было именно но это конец джо байден уже окончательно все джо байден все им конец я не знаю как они его будут заменять но ему конец это было видно еще когда он только выходил на сцену джо байдена как будто выводили на веревочки на сцену он был слаб немощен и по сути едва мог стоять на ногах а дональд трамп вышел как босс и это задало курс всех дебатов никто не понимал что байден вообще говорил все из совета госгос госбезопасности сша и g7 а также израильтяне и нетаньяху поддержали мой план отчете вообще мой план даже дональд трамп сказал что ты вообще несешь именно так то что я сделал изменив закон что произошло я изменил его так что сейчас ситуация такова что на 40 процентов меньше людей нелегально переходят границу это лучше чем когда он ушел с должности и я собираюсь продолжать до тех пор пока не будет полный запрет на полная инициатива по отношению к тому что мы собираемся сделать больше пограничников и офицеров спецслужб президент трамп я так и не понял что он сказал в конце своего предложения думаю что он и сам этого не понял он и сам этого не понял в какой-то момент джо байден сказал что они начали борьбу и одержали победу над здравоохранением нужна медицина для детей для пожилых мы работаем над улучшением нашей системы здравоохранения мы работаем над тем чтобы каждый отдельный человек имел доступ к тому что я смог сделать сделать с ковидом извините когда имеет дело с тем что мы сделали послушайте если мы наконец победили медстраховку спасибо президент байден президент трамп но он прав он победил медстраховку победил ее насмерть он уничтожает медстраховку так как они выдают медстраховки всем этим вновь прибывшим людям они выдают и медстраховки выдают им мы наконец победили медстраховку сказал джо байден а дальше еще террорист сделавший все это пересек границу он тот который убил троих и его администрацию убил аль-кайду человек который п п п пришел и его администрация убил трех американских солдат это был единственный террористом я не говорю что террористы не проникали но идея они выпускают из тюрем а мы рады этим людям но это не так нет никаких данных подтверждающих это он опять он говорил на протяжении всех дебатов я не подбираю специально вся его речь все 95 минут дебатов были именно такими неразборчивое бормотание и бред посмотрите что на это говорит трамп 2 эти два триллиона налоговых вычетов были на руку сверх богатым и я собираюсь изменить налогообложения например у нас в америке 1000 триллионеров то есть миллиардеров тысячи триллионеров в америке и трамп такой чего о господи это ужасно статья в драдж репорт у демократов есть 130 дней чтобы заменить байдена полная катастрофа бормотание полоумного байден замер в начале дебатов вот что происходит на рынке ставок как мы видим шансы джо байдена пробивают дно в то время как у трампа взлет на новые вершины а теперь немного кто это колумнист из нью-йорк таймс большой либерал пишет надеюсь что байден осознает как прошли дебаты и объявит о снятии своей кандидатуры байден хочу спросить у аудитории здесь нет аудитории ставки говорят что грядет замена шансы того что джо байден выйдет из гонки растут по экспоненте да уж очень очень бурная реакция во время дебатов джо байден издал звук похожий на испускание газов белый дом говорит что байдена осматривал доктор и сказал что у него простуда после того как джо байден провел целую неделю отдыхая в кэмп дэвиде он все равно простыл сегодняшние дебаты в одном фото джо байден выглядит как невменяемый как человек утративший разум а дональд трамп выглядит как довольно сильный сильный лидер джо байден же абсолютно растерян демократам будет непросто заменить джо байдена на другого кандидата пишет джейсон миллер да это будет очень сложно на первой странице drudge report заменить джо байдена и именно об этом и говорили некоторые комментаторы называя это паникой среди демократов это были судьбоносные дебаты в том смысле что на данный момент демократическая партия охвачена глубочайшей и очень серьезной паникой она началась с началом дебатов и продолжается до сих пор ее охвачены политтехнологи и охвачены избранные представители и сборщики пожертвований они обсуждают выступления президента которые называют очень слабым и вредящим и другим кандидатом от партии они уже обсуждают то что со всем этим делать это уже есть такие предложения как пойти в белый дом и попросить президента выйти из гонки другие предлагают известным демократам выйти с этим предложением к народу и все из-за этих кошмарных дебатов после этих дебатов они говорили о том что президент о господи услышать американский народ и узнать мнение избирателей но говорю вам это началось сразу же началось при первых же ответах и продолжалось весь вечер от восклицания боже мой боже мой да что нам с этим делать и это говорят также люди наверху демпартии включая избранных представителей они говорят у нас проблема и еще к тому о чем говорит джон паника среди демократов такая какой я никогда раньше не видела паника среди демократов такая какой я раньше никогда не видела на что джо байден здесь уставился он просто уставился и просто пялиться 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 залип думаю залип правильное слово просто залип прямо за трибуной абсолютное поражение его скоро заменят грэг гатфилд пишет одно мы сегодня узнали точно что джилл не настоящий доктор если джо байден за рулем то нужно забрать у него ключи и позвонить его взрослым детям да именно так вот интересное джо байден установил правила дебатов неделю к ним готовился и вот результат невероятно я просто не могу я не могу даже описать насколько это катастрофа для джо байдена это просто какое-то безумие это что-то как бы вы не относились к трампу но он предельно адекватен особенно в сравнении с байденом и да тут еще много много разных постов вот комментарий что у джо байдена наушник поэтому он трогает свое ухо что ж любопытно вот джо байден вы только посмотрите на выражение его лица это человек который понимает что ему конец и сми это тоже понимают в окружении байдена уже ходят такие разговоры а в дем партии разговоры идут еще откровение я думаю что очень многие высказывают обеспокоенность сегодняшним выступлением и я думаю имеете ввиду когда говорите об этом я думаю люди обсуждают думаю разговоры начинаются с того должен ли он вообще продолжать гонку и вплоть до того что с ним вообще у него же простуда да должен ли он вообще продолжать эту гонку вот что происходит с джо байденом во время рекламы послушайте в двадцатом году я семь раз дебатировал с джо байденом но в двадцать четвертом это совсем другой человек пишет эндрю янг мистер демократ и кандидат в президенты эндрю янг говорит что джо байден все все грядет замена это катастрофа мэтт волш запустил рыбу каплю джо байден сломался прямо за трибуной чувак посмотри как трамп унижает на дебатах байдена это уже чистая комедия говенюсом такой когда джо байден именно так и выглядел на дебатах он просто уставился в какую-то точку перед собой нью-йорк таймс уже через 30 минут дебатов опубликовал статью это катастрофа я слышу нарастающее беспокойство демократов по поводу выступления байдена байден будет президентом на один срок пишет стив шмидт глава проекта линкольн он все еще сможет увидеть инаугурацию демократа у демпартии есть еще 68 дней вот это да вот это да это прямо приятно как все начиналось это колумнист нью-йорк таймс мне уже не нравится как начались эти дебаты трамп конечно же несет чепуху но он энергичен байден говорит по существу но его голос и его вид подыгрывают нарративу трампа что байден уже слишком стар что думаете следующий твит байден должен уйти голливудская актриса кричит что cnn по сути провело ралли трампа о это так круто защитная реакция защитная реакция о господи дебаты были ужасный народ они были так ужасны дональд трамп все сделал правильно фраза сегодняшнего вечера я понятия не имею о чем он говорит больше пограничников и офицеров спецслужб президент трамп я так и не понял что он сказал в конце своего предложения думаю что он и сам этого не понял да уж паренька прожарили его прожарили окей а дональд трамп по опросам набрал еще десять пунктов и я никогда не был так счастлив лучше не бывает дамы и господа это именно она и будьте готовы мы вернем себе свою страну